Когда прощался с ребятами из Самары, Александра, жена брутального бородача Дмитрия сказала, что я не путешественник, а искатель. Эта фраза периодически возникала у меня в голове. Я рассматривал эту мысль как красивую ракушку, подносил к уху, пытаясь услышать в ней шум истины, и, кажется, слышал. Хаджай, друзья, меня зовут Стас Луканов, это девятый, уже девятый эпизод моего сплава по Волге на надувной доске с веслом. В этой части жаркий и безумно красивый саратовский участок. Вода, вода такая чистая, что видно дно. Здесь, короче, я только что мерил, весло погружается, глубина неплохая, и видно дно. Конечно, она мутная, точнее не мутная, в ней есть пылинки, песчинки, но, блин, это река, что тут сделаешь, здесь течение. Но все равно сам факт, невероятно, чистой воды, это круто. Штиль целый день, жестковато, конечно. Я уже устал купаться, постоянно, короче, сначала ныряю в одежде, потом раздеваюсь, высыхаю, потом становится жарко, я начинаю одевать рашгард. Вот, и так через каждые несколько часов. Время девять часов вечера, закат отзакатил, я на воде, чтобы по холодку пройти. Километров может быть 15, может быть 20, как получится. Сейчас хорошо, солнце не жарит, легкий ветерок, почти попутный. Вот, красота. Гребем, слушаем музычку, когда стемнеет, нужно будет надеть фонарь, и будет все тип-топ. Луна средь звезд на темном пастбище блуждала. Мои наушники, которые служили верой и правдой 4 года, забились пылью моих приключений. Высокие звуки пропали, мембрана стала дребезжать от басов и киков. Райджек, ну что, с твоих зрения, вот она, практически, смотрю на нее. Планы на этот городок остановиться на каком-нибудь пляже и найти наушники, потому что моим пришла каранты, к сожалению. Спустя 2 километра я обнаружил большое стеклянное здание в 2 этажа, в котором были «Пятерочка», «Детский мир», пункт выдачи «Озон» и ни намека на электронику. Не найдя поблизости другую возможность купить новые наушники, я вернулся на пляж, где на горячем песке поделился своим музыкальным горем со спасателем Антона, на что тот снял всегда черный вакуумный джибель и отдал мне. Спасатели спасают. Ночевал на противоположном от Сызрани острове с кучей комаров, которые налетели как ураган. Перед сном поболтал с Юлей по видеосвязи. Увидел ее лицо, периодически рассыпавшееся на пиксели из-за плохого интернета, но все равно ощутил, насколько сильно соскучился по этой улыбке. Она болтала, я слушал и смотрел. Засыпая, я хотел, чтобы она мне приснилась, но приснилась бывшая жена. Это единственный сон, который периодически повторяется, напоминая мне, чего мне стоила свобода. 74-й день моих путешествий по Волге. Вот так я сегодня ночевал. Комары просто какой-то организованной стаей налетели. Ни репелленты не помогали, ни х**а. Пришлось прятаться под москиткой. Нашел интересный остров. Ну, не за исключением комаров. Он, короче, очень даже классный. Его кто-то очень постарался это место обустроить. Вот такой будан с виду. Крестельце. Но самое классное внутри. Это просто какой-то шалаш Гарри Поттера, блин. С виду он не кажется таким огромным. Стол. Кухня. Самое, что ни на есть. Ребята подошли. Со всем креативом. Плитка. Набор посуды. Короче, все на любой вкус, как говорится. Ничего я здесь трогать, конечно же, не буду. Единственный момент, тут есть вода. И я ее одолжу с позволения хозяев. Я прикоснулся к мечтам. Ну, что с моим Ятаганом. Ну, все такой же кривой. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Мокрые булки. Мокрые булки. хайджек меня все еще зовут стас улканов я сегодня 75 день и дуба волге задолбался обнаружилось сегодня утром что разрядилась все все пауэрбэнки хотя я был уверен что там еще на один заряд есть не было до седьмой гэс которая будет балаково осталось около 60 километров я думаю сегодня пойти еще тридцатку может чуть побольше завтра утречком стать пораньше пройти еще одну тридцатку добраться до этого балакова снять номер в отеле я там нашел дешманский за 2000 за сутки и зарядить там все что можно отдохнуть принять душ вот такой план план поехали возле самары ландшафт напоминал not крым это ни разу не был мне почему-то казалось что крым выглядит именно так по цызранью вот эти ландшафты горные массивы если так можно назвать мне напоминали дикие горы англии хотя в англии тоже не был а вот здесь мне почему-то вот эти ландшафты горы напоминают такое швейцарию здесь что-то выращивается красивые зеленые луга холма вот она волга контрастов не нужно куда ехать все здесь плыви смотри на очередной ночевке я смотрел статистику своего сап челленджа в 100 километров и отметил что на прохождение всего маршрута мне понадобилось 19 часов ну если округлять 20 офигеть я практически сутки находился на сапе и вот спустя восемь дней после той сотни после которой я зарекся никогда больше не повторять такие челленджи в моей голове снова зарождалась идея еще более глупая чем 100 километров на сапе за раз на бумаге все было просто греби 24 часа на деле у меня уже был опыт в 19 часов гребли и это было предельно сложно но в тот раз у меня не было в достатке еды а сейчас я немного подготовился и купил маленькую горку быстрых углеводов монстра сумка под женщин трудом голова влюбись а а и 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 Птичка потерялась, да куда ж ты берег ныряешь-то, дурень. Кидай ружье, да всплывай поскорее. На Лолге сегодня небольшой встречный ветер, местами порывы, короче, тормозят меня настолько, что я стою на месте. Сейчас зашел в лагуну, чтобы по-маленькому сходить, здесь хорошо хотя бы постоять. До ближайшего города, который называется Балакова, задолбался уже с этими ударениями, честное слово. Там же будет седьмая ГЭС, я уже у тебя как говорил, которую нужно будет обнести, уже седьмая. Предпоследняя ГЭС, ребята, не могу поверить в это, когда пытаюсь это осознать. Наушники, наушники, постоянно выпадали, короче, просто беда, хорошие джибелевские наушники, звук отличный, но не держат совершенно мои уши. Постоянная беда. Достал амбушюры, амбушюры, как по-другому назвать, вот эту вот бороду. Со своих старых наушников вставил в эти, и вроде бы как можно ходить, держат, можно слушать. Классно идти и видеть дно. Но есть на что посмотреть. Это здорово. Изучив карту, я понял, что до Саратова не смогу осуществить свой 24-часовой опыт. Очередная ГЭС ждала меня уже через 50 километров. А потом и сам Саратов, который я не мог пройти мимо. Решил исполнить задуманное уже после Саратова. Какое классное, уютное место. Уважаемые гости, просим не вандальничать, оценить труд, собирать и вывозить мусор с собой. Спасибо за внимание, приятного отдыха. Блин, просто класс, супер. И от ветра укрывает. О, я сейчас круто отдохну и поем. Спасибо добрым людям, которые сделали эту беседку. Дима из Тольятти Навакуумировал и насушил мне Сделал, короче, вяленой курицы. Теперь я просто ее закидываю в воду Засыпаю роллтоном Получается классный вермешель с курицей Димос, дико тебе я благодарен Наяриваю и вспоминаю тебя И пофигу, что ты ее пересолил Шучу, шучу, все в порядке Курица обалденная Я не спрашиваю, сколько у тебя денег Не спрашиваю, сколько мужей Я вижу, ты боишься открытых окон и верхних этажей И если завтра начнется помешать, и все стране будет в грех Мы погибли с этих крыльев, которые нравились мне Буи загорались красным и зелеными огнями Закат потухал за горами на правом берегу, под которым я находился Гэс начала светиться, как новогодняя гирлянда Город Балакова зажегся далекими мерцающими огнями Полчаса спустя я закончил с едой и достал спальник, посвечивая свое окружение налобным фонариком И тут я застыл от увиденного Прямо напротив меня, из-за края противоположного берега, поднимался огромный красный шар Невероятная луна Я застыл с зубной щеткой во рту Уставился на нее, как школьник на грудь своей первой подружки От луны по воде прямо к моему пляжу тянулась широкая тропа И звала то ли посмотреть, то ли прогуляться Сбросив оцепенение, я закончил с чисткой зубов Улегся на сап и укутался в свой спальник Вчера ГЭС так и не удалось обнести Из-за сильного ветра, который не давал мне быстро идти Вот сейчас утро, я на подходе к ГЭС Вот там она, вот там город, там шлюз Они в разных местах расположены Сейчас я должен пересечь 4 километра Полагаю, что за час я это сделаю Войду в город по воде И там есть обнос, придется потаскать вещи Ну, ничего не поделаешь Наверное, будет самый такой условно суровый обнос Потому что здесь мне никто не помогает Обычно кто-то на машине с кем-то здесь все в соло Ну и такое должно было случиться в этом сплаве Обнести ГЭС до обеда было бы неплохо Потом добраться до Змеиного острова, там пообедать Он буквально сразу за ГЭС И к вечеру добраться до какой-нибудь турбазы Коих там по пути в Саратов большое множество По словам моей подписчицы Юлии Зальяловой Которая мне давала инфу о той местности, по которой я буду идти Вроде бы правильно сказал фамилию Зальялова Двигаемся в Саратов через дня три Во вторник туда должен приехать Дима из Ульяновска С которым мы уже общались Он должен привезти мне весло карбоновое Своего собственного производства Шикарно И с Саратова начнется моя, как это правильно сказать Мой челлендж, мой вызов собственный Хочу попробовать проплыть 24 часа подряд Не выходя на сушу Ну не знаю, максимум там сбегать по маленькому Вот, посмотрим что из этого выйдет, получится Первый Классный буй с номером один Нужно будет такой логотип сделать Чтобы буй был в центре И на нем будет цифра один Ну что, я почти форсировал Волгу Вот там горы, под которыми я ночевал Как с Маук Вот дамба С двумя такими строениями Похожие на шагоходы из Старварс Блин, я продолжаю офигевать, короче, от чистоты воды Я не знаю, здесь, наверное, метра два Ну ладно, не два, а полтора Вода чистая, просто видно дно Обалденно И вот это вот после Самары началось На подходе к Тольятти Круто Круто, когда видно, почему ты там плывешь Вот она, седьмая из восьми Ну это уже шлюзы Сама ГЭС немножко дальше Тут такое забавное расположение И конструкция Вот все мои вещи Как видите, что-то слишком говренное Было две сумки А теперь гитара и еще сумка на 140 литров Что-то явно пошло не так Вот в Саратове я хочу избавиться от части вещей Не потому, что они сильно мне мешают По сути, это единственная ГЭС, которую я буду обносить сам До этого мне постоянно помогали на машинах И в Волгограде тоже помогут То есть это последняя ГЭС, которая предполагает трудности С переносом вещей Но я хочу, как я говорил Устроить челлендж 24 часа гребли И для этого я должен как можно лучше разгрузиться Поэтому даже насос я хочу отправить с деком Куда-нибудь, домой Ну, наверное, было бы странно избавиться от лишнего веса В том числе и от насоса И при этом оставить гитару Поэтому боюсь, что гитару тоже придется отправить домой Вот такой план В любом случае, гитарный стрим идеальный Был в Тольятти, как мне показалось Играли до упора Хотя, возможно, еще до Саратова получится Запустить хороший стримчанский Поиграть вам напоследок на гитаре Так, демонстрируем Давай-ка я ему, да, сразу самую большую Заставай карту В общем, я думал, что это будет первое Единственное ГЭС, которое я буду обносить целиком и полностью сам Но внезапно, короче, мне написал Лев, который живет здесь, в Балаково Мы с ним общались еще до сплава Он предлагал свою помощь, но вчера Вчера я должен был обнести ГЭС У меня вчера не получилось И он вчера был не в городе А сегодня вот он был свободен И поэтому написал мне ВКонтакте И предложил свою помощь Так что и эту ГЭС Я буду обносить не сам Но САП потащу на себе Сравнительно это был самый сложный обнос дамбы Но по факту легкая прогулка с доской под мышкой Эге-гей, жизнь недорога Там спина к спине у грота Отражали мы врага На полпути меня встретил Лев И помог донести мой етаган На прощание улыбчивый парень подарил мне кружку с фотками города Балаково Мы сделали селфи И я отчалил Помахав на прощание Предпоследний ГЭС на Волле А слышишь, хотел спросить А ты знаешь Юлию Заляву? А откуда ты ее знаешь? Мы с ним познакомились на мероприятии по Саратову Там был типа триатрон Ловцы были И набирали волонтеров со всего области Я приехал, она приехала Мы познакомились Она вчера очень за тебя переживала Она мне писала Солнце уже село за горизонт Когда я, после долгого и сложного перехода Причалил к охраняемой стоянке лодок Тут я собирался оставить свою доску и часть багажа Хозяева причала предложили остановиться в их гостевом домике на воде за 2000 рублей Мне показалось, что цена завышена слегка Учитывая неопрятность помещения, комаров и нестабильное электричество Но согласился Не надо искать номер Не нужно тратить деньги на такси Не нужно перетаскивать вещи Саб всегда под надзором Мы ударили по рукам Домик, в котором меня поселили, в прямом смысле стоял на воде Два огромных металлических понтона держали строение на плаву у берега В номере была кухня, которая служила и столовой, и прихожей Душевая кабина с санузлом стояли напротив холодильника Забавно Имелась раковина, стол и микроволновка Вторая комната номера Спальня с двухместной кроватью Помещение было обшито деревянной вагонкой, что перекликалось с морским стилем 30-х годов Но вот ПВХ окна ломали всю концепцию на корню Как и кухонная мебель с покосившимися дверцами А может и никакой идеи не было вовсе Я сегодня прочитал, что GoPro 7 может погружаться до 10 метров Проверим Не знаю, как насчет 10-ти, но пока что работает Хорошо, потому что солнце начало припекать Ну что, какой расклад Короче, до Саратова еще день пути, по сути Мне еще можно было грести, еще довольно светло Но мне вот что-то не захотелось больше И я вдруг осознал, что А с чего бы мне усердствовать? Почему бы мне не дать себе отдохнуть? Вот Насобирал тут кучку мусора Я уже показывал, в том числе и гарминовский GPS-трекер Внезапно Завтра все это выкинул где-нибудь в Саратове Место отпадное Тут везде такие горы, 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 горы Песчаный, ой, галечный пляж И здесь такой какой-то кусочек оазиса Немножко травки Немножко деревьев Просто сказочно Ну как мимо такого места можно пройти? Просто невозможно И вот поэтому я здесь буду ночевать Оно дождалось Дождалось Своего времени вся покоцанная банка С Лысый гор Спасибо Андрею Андрей, спасибо тебе Просто идеал Идеал Просто идеал Как я говорил, сегодня я нашел GPS От Garmin Вот И я подумал, что Если бы мою GoPro Нашли Вот так вот Я бы хотел, чтобы мне написали Куда-нибудь Дали какую-нибудь инфу Поэтому Я нашел группу Которая называется Вольск Подслушано Написал туда Примерный текст Привет, сегодня нашел на Волге GPS от Garmin Кто-то из водомоторников посеял Я двигаюсь на надувной доске в Саратов Если найдется хозяин Пусть пишет в личку И скинул фотку Вот сейчас отправим Вот Предложили новость Ее публикуют Вот в этой группе Подслушано в Вольске Здесь 36 тысяч человек Если хозяин найдется То я ему Ее отдам Я хотел бы, чтобы со мной поступили так же Друг дорогой Что ты сделал с собой Был худой, молодой Ел сердца Пил и курил Зажигал и гасил Думал, будешь таким До конца Оставлю за спиной Возраст Христа Обратной стороной Повернулась мечта Лежит на струнах пыль Жавеет под окном Разбитый телевизор Ты складил все углы Жизнь твоя сплошной Проклятый компромисс Ни вверх, ни вниз Причалил к населенному пункту С названием Воскресенское Тут же со мной Причалили ребята Которые знают эту местность Знают, что здесь есть магазин Поэтому идем в магазин Есть мусорка Наконец-то Можно выкинуть волжский мусор Красота До Саратова еще куча километров Я подустал И сегодня поздно вышел Поздно стартовал Вот И поэтому пилить Мне еще и пилить Как минимум до первого моста Наверное, что-то около Еще сорока километров Вот поэтому Освежился И готов Буду сейчас загорать Потому что ноги По сравнению с телом Совершенно белые Впереди Ясный Солнечный Вечер Вот Так что я Я уже готов Готов Загорать Угребанное море Взбунтовалось И пришлось Короче С боем В трусах Прорываться К ближайшему острову Пишите Есть пиво Раки Рыба И шашлык Мне бы хотя бы воды Потому что Моя уже закончилась Накануне Я запутался В днях недели И назначил встречи На День вперед Поэтому Спешил Добраться в Саратов Опережая график На сутки Да Можно было перенести Как это делают Нормальные люди Но где я А где нормально Я решил Плыть ночью Уже не в первый раз И Штормов Не ожидалось Ну что Погнали Наши городских Внезапно Тихий рукав Кончился И впереди Находился Участок Волги Отданный На растерзание Сквозному ветру Волны Были небольшие Но их Неистовство Во тьме Ощущалось Особенно Ясно Впереди Был мрак Шум воды И где-то Вдали Терялся лес На которого Мне нужно Было Доплыть Около Километра Километр Страха Я был Уже На середине Когда Начал Вспоминать Сипогов Но реально Помогала Музыка Сквозь гитарные Рифы До ушей Долетали Звуки Волны Позади Доски И то Были Страшные Звуки Злой Боковой Ветер Бросал В лицо Брызги Выдувая Остатки Сна Сложно Без Свойственных Людям Преувлечения Описать Всю Жуть Той Ночью Скажу Что Мне Было Страшно Немного Попади В игольное Ушко Называется Ладно Попал Не зря Мужчина И родился Тяжелая Выдалась Ночка Я До Четырех Утро Греб Сон Путешественника Краток И тревожен Пробурчал Я вслух Коверкаемкое Выражение Софи Клычева Из Ярославля Глаза Не хотели Открываться А тело Протестовало После издевательской Мощи Однако В 7.30 Я уже Варил Свою любимую Овсянку Чтобы запитать Организм Для Сложного Перехода В Саратов 5 часов Мне понадобилось Чтобы пройти 13 километров Часто Вспыхивал Бранными Словечками В адрес Погоды Ветра Волн И все На свете Я вспыльчивый Человек А если Устал И не выспался Лучше Не говорите Со мной Под мостом Меня встретил Сергей Синельник Местный Саб Хира Он продвигал Саббординг В регионе У него была Саб-точка На пляже Клуба Роджер Туда мы И направлялись Стас Хорошей погоды Тебя в Саратов Встречает У нас Все время Так Это Самая лучшая Погода Это Настоящий Сабсерфинг Запечатлеть Тебя Серега На своем Фокусе Красивая доска Красивый шейп А ветер Наконец-то В спину О боже Я Я Сегодня Вчера Мечтал об этом Что-то Сбываются Да Вселенная Меня любит После Вчерашнего Дня 73 километра Считай Ночь Я делал Половину Из этих километров Я очень устал И поэтому Мне не мешало Бы поспать Потому что Я чувствую Что во мне Клокочет злость По любому поводу Это плохо И это бывает Когда я не высплюсь И сильно устал Так что Да Питание и покой Ну что Вся жесть Пройдена Все чопы Мой пройдены Все ветра Собраны За сегодняшний день Я прошел еще Плюс 30 километров Тут есть Крутой кожаный диван Просто Обалдеть Я мечтал об этом Я мечтал об этом Дорога на второй этаж Здесь буду спать сегодня Вместе с сапчиками Блин Красота Я уже Я уже чувствую Чувствую То ли То ли усталость То ли наоборот Как она Уходит из меня Только от одного вида Что я сейчас Отдохну Перетащил все свои вещи Сейчас сапчик вытащу И Немножко перекушу И Возможно Поспать Не мешало бы Как и планировали Удивительно Как полтора часа Сна Влияют на Организм У меня все так же Болели мышцы Но я был Бодр Свеж Улыбающийся Только что Попробовал Походить На Жестком фокусе Классная доска Доска Классная доска Мне очень нравится Шейп Она Как говорит Сергей Очень устойчивая Мне так не показалось Моим ногам Так не показалось Но нужен Нужен Дополнительный опыт Нужно Еще попытки Еще пробовать Потому что С первого раза Это как и на сынове Примерно Было Когда я был Назавидовал Тут же есть Старборд Узенький Четырнадцатый На двадцать четыре Ни разу Не пробовал Есть возможность Сейчас Погоняем Баланс Конечно в шоке От узкой доски В шестом часу вечера На пляже Началась собираться Тусовка Саратовских саперов Это были в основном Знакомые Сереги Синельника Также я пригласил На эту вечеринку Юлю Залялову Свою подписчицу Чтобы познакомиться И пообщаться Компания собралась Исключительно Ресторатор Рома С которым мы Познакомились 60 дней назад В Завидово Увидимся Старб Давай удачи Спасибо Женя С крутыми татуировками Мотоциклистка Юля Дима Лескин И еще дюжина Красивых Хороших Саратовцев Которых Объединяла Любовь К сабордингу Мы фоткались Болтали про сплавы Ели мясо Кто-то запивал пивом Кто-то пил колу Сочные арбузы Дыня вкусно пахли На весь пляж Этническая музыка Исполняемая вживую Заполняла все пространство И мою грудь Хайджек Саратов Какой план Заехать в СДЭК Отправить вещи Которые я посчитал уже лишними В этом сплаве Вот Затем заехать в типографию Забрать открытки И магниты На которые я заказал На 1580 рублей Должен был забрать вчера Но вчера было не до этого И Встретиться с Димой После обеда Который привезет мне Весло карбоновое Из Ульяновска С которым мы познакомились Завидова Вот такой план А к вечеру уже Стартовать Вместе с Сергеем Синельником Мы встретили Диму Из Ульяновска Который за 8 часов Проехал 450 километров Вот у меня еще Как бы там в планах Несколько этих пенов Приехал Дима Из Ульяновска И привез Весло 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 Карбоновое Легкое весло Просто Шикарное Оно выглядит Оно выглядит Как Я не знаю Как магнум Опус Как просто Что-то невероятное Какой? Ну вот этот Очень нравится Не знаю Почему Его Не зашел Он многим Хрен его знает Они даже сейчас Сделали скидку На эти плавники То что их Не разбирают И мы вот Забрали там Два плавника Сразу Мне нравится А где ты брал? Еще в Декатлоне Или где-то так? Нет Декатлоновский Этот А это как раз В траектории У Яши Ага В Саратове Есть Это как раз Для таких условий Которые Сейчас Стасу Хорошо На широком Можно на одной ноге Стоять У меня кстати Стас есть И такой Широкий Да он широкий Но он с тоненьким Очень профилем А и он будет Срезать траву Это Я понял Как раз Она говорит Все было классно Но Я когда шла 20 километров Я говорит Просто каждый километр Залезала По доску Снимала траву Вот это вот Проблема Все прокляла Ты тебя Вместе С твоим Побликом Я так думал Что На гонках Такого уровня Акватория Без травы Мне вот Мне еще казалось Смотри Условия разные Волга Вся такая В траве Куда бы ты не приедешь Малые реки Тоже Вот мы сейчас в Ярославль едем Там тоже Я думал Я думал Что соревнования Где выступает Прохорова Там есть акватория Там есть грибной канал Который вычищен И вылизан Вот я о чем говорю Подожди Ну грибной канал Есть грибной канал Основные Ну 20 километров Это конечно Завидова Где проходит По Волны И поэтому Да Это вот Важный момент Видишь И она заметила И я тебя заметил Поэтому делай угол Больше Угол Да Угол Прикольно Тут еще видишь Это Чем меньше он весит Тем лучше По сути Ну это наверное Для баланса доски Только На баланс доски Влияет То есть Понятно Что общий вес Тоже конечно Влияет Потому что я взял Стандартный Старбордовский Деполоник Который весит Полкило Я поменял на этот И у меня доска Перестала Перевяжать Мне стало Очень удобно А так в целом Ну да Вот этот весит Там 120 грамм Да Все стремятся Делать намного легче Чтобы все было Деполоники тоже И доски Чем доска легче Тем легче Ее толкать Конечно Поэтому я сегодня Отправил домой Гитару Насос И еще Короче Ряд Смотр Ты даже без насоса Пойдешь Да Короче Дело в том Что Дело в том Дело в том Что за весь сплав Я его использовал Только в начале Пару раз И все остальное Время Я обносил Сап Не спуская его Либо на машинах Сейчас осталась Одна ГЭС В Волгограде Там уже есть человек Который меня встретит Поэтому мне не нужно Насос будет В ближайшее время Что-то там подкачать А если А если вдруг Мне понадобится Я думаю Что я найду Сапера Который У которого Будет Будет Насос Да Ну да Потому что В Астрахани Ребята есть Там нужно Подкачать Я думаю Что с этим проблем Не возьмем Если пойдешь До Дагестана Там опять-таки Горцы на воде Горцы на воде Да Большое еще раз Спасибо За то что Преодолел Сколько Километров Преодолел Потратил На меня На меня Свое время А вот Большое спасибо А ты Преодолел Да Ты Ты Преодолел А я Так Проехал Лидер Саратовского Сап Движения Сергей Синельник Проводил Меня К Волге Гопрошка Включись Гопро Включись На Гопрошку Не реагируй Да Сам ты Гопрошка Называй меня По имени Гопро Включи Видео Гопро Видео Нажми Просто кнопку Короче Сейчас волна Сзади Подойдет Большое спасибо Что встретил Что приютил Что познакомился Своей бандой И это Дорогого стоит Люди Это главное Что я Встречаю В своих путешествиях Вот Это главный Клад Который я Нахожу На Волге Это люди Я безумно рад Что познакомился С тобой Жму руку тебе Тебе тоже Да Да Четыре Стас Доброе спасибо Хайджек Ну что Я вчера Отошел 14 километров От Саратова Прошел С новым веслом Карбоновым Легким Как перышко Перо И С новым Финном Который Называется Кикэс Прямо Сразу почувствовал Что ход Вектор Стабильность По прямой Стала лучше Нежели с Предыдущими Финами Это здорово Это здорово И это ощущается Особенно Когда ты Пытаешься Быстро грести Сегодня Просидел до обеда Была плохая погода С утра Был сильный ветер Поэтому я не спешил На воду И вот сейчас Собственно говоря Вода успокоилась Волга Перестала волноваться Ветер Перестал Особо Дуть Начался Небольшой дождичек Но это пыль Вот так что Выдвигаемся Юлия Алекс Я Ощущал в нашей переписке Перемену Что-то было не так И сколько бы раз Я не перечитывал буквы Ее сообщений Не мог понять Чего делать Неясность Выбивала из колеи Прямых вопросов Не задавал И пытался Не раскачивать Свой эмоциональный Маятник Как она и просила Я представлял себя Лилипутом Который заарканил Подвижную часть Метеронома Своих эмоций И силился Его остановить Но сила Неведомая мне Толкала механизм Сильнее И сильнее А я А я всего лишь Лилипут Если послать К чертям Все эпитеты И метафоры Я просто ощущал Что мы с Юлией Отдаляемся Ведь это была норма Шанс был Один из тысячи И мы Благополучно Его проплывали На этом все Ребята Огромное спасибо За просмотр Про лайки Подписки Не забываем Колокола Прожимаем В инсту Заходим Меня отмечаем Увидимся В следующем видео Всех обнял Скол